Как внезапно его экран переключился на это? Эмм, почему он в мусорном ведре и вообще, что это такое? Что это происходит? Майни вновь с вами. Всем привет и сегодня у нас реакция на видео с канала Никитун. Это видео довольно интересное, называется 12 безумных вещей за картой в играх. Это уже третья часть, финальная. И давайте смотреть, что у нас еще безумного на припасли разработчики нам. Погнали. То мы с вами уже только не находили за пределами карты в разных играх. Крайне странные находки. И казалось бы, что может быть безумнее этого? Как оказалось, такие вещи еще существуют. Всем привет, я как всегда Никитун и это 12 безумных вещей за картой в играх. Часть 3. Приятного просмотра. Кстати, вообще полное безумие, что я вам забыл о кое чем рассказать. Хочешь окунуться в настоящую криминальную Россию? Давайте я с ней познакомлю. Полная свобода в действиях. Все максимально приближено к реальности. Например, ты можешь стать воришкой. Или наоборот, на сторону правопорядка и уничтожать преступность. Если это тебя не зацепило, тогда можно сделать крутой бизнес и гонять на тачках. Также в игре присутствует тюнинг машин. А это значит, что ты явно не заскучаешь. То есть и со своими друзьями, добивайся любых высот, делай большие деньги. Да и в конце концов, просто веселись. Здесь ты сможешь стать самым влиятельным человеком в игре. А ссылку я оставлю для тебя в описании. Заходи и сам оцени все эти возможности. Так что ссылка есть в описании и в комментариях. Ну, вы шарите. Давайте теперь дальше смотреть. Гад оф вор. Пару месяцев назад игроки наконец нашли способ, как включить свободную камеру в игре. Если нажать определенные кнопки на экране с картой, то вы сможете управлять камерой в катсценах. Юзер под ником Lance McDonald запостил в твиттере видео, в котором он с помощью свободной камеры следит за падающим в этой сцене бальдром. В конце падения он примет весьма странную позу, включающую два средних пальца. Лэнс спросил гендиректора God of War Кори Барлога, кто же ответственен за эту пасхалку. На что тот ответил, хорошая работа, Лэнс. Валорант. Валорант это еще не... Ну это Кикова, окей, это очень Кикова. Вышедшая игра, которая на момент записи находится в закрытой бейте. Но, тем не менее, в ней уже находят много интересных вещей. Одна из самых загадочных находок, это самолет, который можно найти, если выйти за пределы тренировочной карты. Он появляется только под определенным углом камеры, и на него также можно залезть. Но вот что еще интереснее. На этом уровне также можно найти его карту, в углу которой изображен глаз. Прямо в том месте, где расположен самолет. Но пока на его месте никакой комнаты или что-то еще, к сожалению, найти не удалось. Надеюсь, после релиза игры прояснятся хоть какие-то детали этой загадки. Far Cry 5. Ну это прикольно, люблю такие вещи, на самом деле. С момента выхода Far Cry 5 игрокам не дает покоя загадочный центр ветеранов на самом севере карты. Если попытаться к нему подойти, то начнет играть Only You от The Platters. Главный герой падает в обморок и просыпается спустя небольшое время возле этой странной локации. Стоп, подождите, даже когда ты уже побеждаешь самого главного в этом регионе, все равно играет эта музыка? Окей, я думал, что все эти негативные эффекты снимаются с этой зоны. Блин. Игроки даже пытались добраться до центра на вертолете, но их постигла та же участь. Да, я кстати про летали над ним. На проход внутрь все-таки нашли. Если попытаться утопиться в водоеме напротив локации, то если вам повезет, игра выбросит вас наверх и вы сможете пройти внутрь. На территории этого центра нашли довольно много всего. Но самое интересное, полностью обставленные комнаты и окружение. Но вскоре после этого вышел патч, исправляющий лазейку с водоемом. И также там даже есть... Сейф. Это... Странно. Один из игроков решил продолжить расследование и, ничего не подозревая, он залез в воду, пытаясь попасть внутрь. Как внезапно его экран переключился на это. Эмм, почему он в мусорном ведре и вообще, что это такое? Что это происходит? Очень похоже на какую-то точку спавна всяких предметов из ветеран-центра, например. Но зачем сюда спавнит игрока? Понятно, разве что совсем ничего. Троувер Сейф. Боу, это очень странно. Это крайне эксцентричная VR-игра от создателя Рика и Морти, Джастина Ройланда, в которой просто тонна его узнаваемых фишек. Блин. Хочу в нее поиграть. Я единственное не знаю, тут есть русский и русский перевод. Потому что выглядит она просто милейшую. Просто классно выглядит. Вот надо будет знать, есть ли русский перевод, а если нет, то есть ли люсификатор. Как недавно выяснилось, в ней также можно найти одну тайну, долго мучившую многих фанатов. И говорю я об этой двери из DLC «Важные космические работы». Некоторые игроки заметили, что с помощью бага можно высунуть голову из офиса поблизости и попасть за пределы карты. И оттуда хоть немножко рассмотреть эту комнату. Они могли увидеть какого-то персонажа, сидящего в полностью обставленной комнате, находящейся за той дверью. Пользователь под ником IDK31 решил создать мод на свободную камеру, чтобы наконец узнать, что же за той дверью. А ну и что же. И он увидел это. Классик эстерег. Как ты пришел здесь? Ты использовал не клип программу? Ну, именно это мы и проделали. Как ты пришел здесь, брат? Skyrim Special Edition. В этом видео я рассказывал вам про так называемую комнату зачистки. Что за пасхалка? Которая, ну типа, да, это пасхалка, типа, ха, 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 ха. Ну, забавно. Которую игра сбрасывала всех убитых NPC. Так вот, недавно ютубер боксов Мистерис обнаружил еще одну похожую комнату в ремастере Skyrim под названием Test L. В ней можно найти, эм, лежащего на фиолетовом камне чувака и другие интересные вещи. Исследуя эту локацию, он нашел две совершенно огромные бочки, заполненные кровью. И я не помню, чтобы они появлялись где-то еще в игре. Судя по ее названию, эта комната наверняка была локацией для проведения всяких тестов. Но зачем разработчикам понадобили... Ну, а как в этом было в Oblivion, я помню, комната. Я не помню, как она уже называет. Там, где было все оружие, там, где были какие-то очень странные локации. То есть, тестовая комната, да, но, блин, так круто было туда попасть. Первый раз, я помню, я еще школьник. Это Oblivion моя первая лицензионная игра. Это такой, и в интернете пишут это, типа, чит-код. И такой, уже прошел Oblivion один раз, играю уже второй раз. Я захожу, а там есть все. Там чисто все, такой, да, какой кайф, блин. Там можно любое оружие посмотреть, попробовать все. Это для вампиров, по-любому. Это для вампиров, по-любому. В течение прохождения Borderlands 3, игроки рано или поздно дойдут до момента, когда им станет доступна карта Skywell 27, в которую они попадут сразу после короткой загрузки и катсцены после нее. Однако, пользователь под ником Manny Cratch после этой загрузки обнаружил нечто иное. Вместо катсцены он увидел не до конца загрузившийся мир и какое-то создание огромных размеров. Для того, чтобы выяснить, что это, Manny Cratch связался с несколькими модерами Borderlands 3, но никто из них так и не смог объяснить, что это за летающая голова. Она больше не появляется в других местах игры и до сих пор неизвестно, чем именно она является. Сома. Сома это безумно криповая игра, которую, судя по всему, хотели сделать еще криповей, но в какой-то момент разработки от этого отказались. Например, мы никогда не видели лица девушки главного героя, но, к счастью, мы можем активировать дебаг меню, изменив кое-какую строчку в файле с конфигурацией пользователя, что в итоге позволит нам использовать свободную камеру, чтобы взглянуть... Эммм... Что? Лучше бы я этого не видел. Оооо, какая хребота. Что, посмотрел, да? Все, руки на стол. Игры прошло уже 13 лет, но в версии для Xbox 360 до сих пор есть один весьма странный момент. В предпоследней миссии, если атаковать этих стражников на обрыве, то по какой-то совсем неясной причине вы провалитесь под текстуры. Но, что самое интересное, когда игра вас из-за респавнит, у вас появится двойник главного героя Альтаира, который будет повторять за ним все его действия. Воу, если честно, я подобное вижу впервые. Как оказалось, этот баг с провалом в текстуры, возможно, связан с вырезанным из игры кооперативным режимом, который почему-то позже удалили из игры. Апекс Констракт. Блин, на самом деле, мне кажется, кооператив... Вообще, кооператив добавляйте почаще. Кооператив в играх, это так классно. Я... Вот реально, любая игра в кооперативе становится в 35 раз лучше. Чаще всего. Потому что все-таки пройти с женой, с другом, со знакомым, вообще просто... Это прикольно. Ну, как бы и синглплеер это классно. Дайте возможность выбирать, было бы классно. Очень мало кооперативных игр. Много всяких мультиплеерных, но кооперативных очень мало. Это очень обидно. Пользователь под ником NovaLinks проходил Апекс Констракт, как на одном из уровней он заметил, что может телепортироваться за пределы игровой карты. В итоге он забрел на эти балки, которые, естественно, недоступны в обычном прохождении. Подойдя к самому краю, внизу он заметил какой-то велосипед и дверь. Он попытался пострелять в дверь из лука, и, на удивление, она реагировала на физическое воздействие. Затем он пытался слезть пониже. Как вдруг из ниоткуда в воздухе появился знак курения, доселе не появлявшейся в игре. Можно лишь предположить, что либо эту зону игродела использовали для разных тестов, и эти вещи здесь оставили специально. Ну, зато мы теперь знаем, что здесь есть зона для курения. Литл Бит Планет 3. С помощью одного необычного глюка, игроки нашли способ, как обмануть игру, чтобы использовать инструменты из креативного режима в любой ее части. Один из игроков решил использовать креативные инструменты во втором Поппит Челлендже. Он построил себе импровизированную лестницу, чтобы забраться туда, куда обычными способами попасть невозможно. Забравшись повыше, он нашел кучу вспомогательных изображений, которые обычно появляются в течение всего уровня. Но забравшись еще выше, он нашел кое-что довольно странное. Когда он достиг этого строения с облаками в самой высокой точке игры, то обнаружил внутри него мертвого персонажа игры Ларри да Винчи. На его голову даже надет нит, который никогда не появляется в остальной игре. По каким-то причинам... То есть разработчики знают, что будут такие ребята, которые типа, а, давайте, кто-то взломает по любому игру, давайте вот фиганил туда пасхалку. Когда вы входите в это строение, камера фиксируется на мертвом Ларри и больше не дает оттуда выйти. Кто-то предположил, что это произошло из-за того, что игрок на самом деле убил Ларри на этом уровне. И это заставило его переместиться именно сюда. Но Ларри никто не убивал. Это довольно криповая находка для такой игры. Но все же, почему у него свое необычное сооружение в облаках? И разве не странно, что единственный способ попасть туда, это замудренный глюк? Удивительно, что его вообще кто-то нашел. Стоп, это кровь? Да ну не. Мэд Макс. Не, это просто жижа. Просто жижа черная. Вся небольшое время... А, я примотал видео! Нееет, я же теперь не запугал. Все, вспомнил, что нашел. В пятнадцатом году студия Эбл Ланч, известная за серией игр Just Cause, представила миру свой сторонний проект во вселенной Безумного Макса. Игру описывали так, как будто в ней нет границ, и игрок мог исследовать огромную пустошь без конца. Но это не совсем так. Спустя годы после релиза, многим удалось в ней найти путь всего за пределами карты. Вы хоть и великое ничто. Например, как эту находку. Класс. Один из игроков нашел это сооружение посреди ничего. На ней висит светильник, а в воде какой-то странный крест. Используя фоторежим, игрок решил заглянуть под воду, и увидел там плавник акулы, прикрепленный к мотору, который просто висел в воздухе. Возможно, это какой-то референс на похожую акулу из Just Cause 2, которая рандомно появлялась из ниоткуда. Также, если верить словам игрока, который все это нашел, он также был тестером для Activision. И когда он поделился своей находкой в видео, которое уже удалено, ему под видео подозрительный некто откомментил, что нужно принести тело Рика прямо на тот крест. Рика это главный герой серии Just Cause. И он даже появляется в самой игре в виде фасхалки. Но вот только проблема заключается в том, что его никак нельзя унести с собой. По итогу у нас есть какой-то шалак... Это очень странно. Мне кажется, это просто человек затроллил, пипят, с собой. Троллинг, троллинг. И, согласитесь, сюда напрашивается что-то еще. Но, увы, это все, что пока известно. Дайн Лайт. В определенной локации в этом совершенно рандомном камне вы могли найти воткнутую в камень пасхалку на меч X-кар. X-калибур. Типа опыта калибур. Если подержать кнопку действия 2 минуты, то этот меч пополнял арсенал игрока. По необъяснимой причине, прямо как в Far Cry 5, игроки заметили, что если запрыгнуть в воду прямо возле этой пасхалки, то можно очутиться под картой игры. Если они успевали быстро посмотреть наверх, то могли заметить какие-то зависшие прямо в воздухе объекты, на которые можно было взобраться с помощью крюка кошки. Взобравшись на эти объекты, игроку могут найти 4 неиспользованные модели, которые просто висели в воздухе или стояли на машинах. Эти модельки, кажется, были настоящими статуями, так как при ударе о них был четко слышен камень. Оказалось, что эти две статуи были потенциальными главными героями. Этот просто рандомный враг, но самый странный из них это рандомный чувак с ведром в руке. Также возле этого места был сейф, который, судя по всему, не предназначался для того, чтобы его открывали. Может быть, это какое-то место для спауна ненайденных пасхалок или что-то вроде того? А находили ли вы что-нибудь странное или криповое за картой в играх? Мне понравилось, что когда-то в своей жизни, я много чего, я много просто играл, особенно в детстве, я бывало проваливаться сквозь текстуры, какие-то разные штуки видел. Но, если честно, я уже не вспомню, уже не вспомню. В последнее время ничего такого прям странного практически не нахожу. А если нахожу, блин, сейчас не забываю об этом, что-то записать или так далее. Блин, ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на канал Никитун. Это обязательно! Вы должны знать об этом. И также подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. И у меня еще есть спонсорская подписка. Можете посмотреть, если вам понравятся бонусы, можете оформить ее. Но это, опять же, по вашему желанию. Все, ребята, до скорых встреч. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok